Владимир Жириновский требует от кандидата на пост главы города от партии ЛДПР Натальи Подоляк выйти из коалиции. Соответствующее заявление он сделал в одной из столичных газет. По его словам, партия не будет участвовать ни в каких сговорах. По словам Жириновского, Наталью Подоляк на выборы выдвигала партия ЛДПР. И именно от ее имени она должна бороться за пост мэра. Всевозможные коалиции и объединения Владимир Вольфович посчитал не иначе, как предательством. Если его подопечная не одумается, то пообещал с треском выставить ее из рядов либерал-демократов. По словам Натальи Подоляк, то же самое она слышала от Жириновского и в телефонном разговоре. Впрочем, получилось даже жестче. Подоляк говорит, что ее семье и вовсе угрожали, после чего она приняла окончательное решение остаться в коалиции. За сына страшно, но я думаю, что выберемся из этой ситуации. А почему за сына страшно? Угрожали? Да. И даже мне передали сегодня черную метку. Вот я вообще это в кино видела, сегодня сама это все пришлось ощутить на себе. Ну и тем не менее, я считаю, что 21 век, все нормально в любом случае, вы об этом и знаете первое. Правда, по словам Подоляк, теперь партия вполне может отозвать ее кандидатуру, как это уже случилось с кандидатом от коммунистов. Но по нашей информации, лидера ЛДПР не устроила лишь перспектива предварительного тура голосования, организованного коалицией. Ведь проигравшие обещали снять свои кандидатуры. Я волей судьбы был свидетелем ее разговора с руководством партии. Я чувствовал, в какой интонации идет разговор. Я ей не завидую, но она приняла решение. И мы вот видели, так сказать, перед тем, как подойти к вам, еще раз, так скажем, обсудили ситуацию. И все четверо подтверждают, что коалиция есть, существует. Она не умерла и она не умрет. Кандидаты от коалиции уверены на них, просто в очередной раз пытаются оказать давление. Вот и чиновники всевозможных уровней, по их словам, включают административный ресурс, не стесняясь. Претенденты на пост мэра составили несколько десятков жалоб и сегодня сдали их общей папкой в горосберком. Я еще хочу сказать слова Маханма Ганди, который говорил о начинающих политиках. Он говорил так. Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом с вами борются, а потом вы побеждаете. И то, что с нами сегодня борются, это значит, что мы первые два этапа прошли. Значит, впереди остался последний этап. Вдобавок ко всему, по словам кандидатов от коалиции, их пытаются еще и поссорить между собой и с другими альтернативными претендентами. В очередной раз они заявили, что открыты для всех. Мы обращаемся к Подкорытову Алексею Викторовичу и к Быкову Анатолию Петровичу. Еще сегодня и завтра можно присоединиться к нашей коалиции и вместе пойти и выиграть эти выборы. Такой шанс на сегодняшний день есть. И мы видим по тем судорожным движениям, которые власть делает сейчас, что этот шанс есть на самом деле. По словам кандидатов от коалиции, предварительный тур голосования в любом случае состоится и уже стартует в эту пятницу. Что же касается жалоб, то претенденты надеются, что город сберком их рассмотрит и вынесет справедливое решение. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой номер 292-91-35. Артем Курчавый, Алексей Егоров. Афонтова. Новости.